Техническое описание кода неисправности OBD2 – частота регенерации дизельного сажевого фильтра, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности – DTS – это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года – Ford, Dodge, GMS, Chevrolet, Mercedes, VW и т.д. Хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, обнаружив сохраненный P2459, я узнаю, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил неисправность в системе регенерации сажевого фильтра DPF. Код P2459 указывает, что процесс регенерации не был завершен с требуемой частотой в течение запрограммированного периода времени или количества миль, КМ. Этот код должен быть выставлен только на дизельных транспортных средствах. Системы DPF предназначены для удаления 90% углеродных частиц сажи из выхлопных газов дизельного двигателя. Они имеют решающее значение в оказании помощи автопроизводителям в соответствии с федеральными правилами для чистых горящих дизельных автомобилей. Если вам нравится тот факт, что современные дизельные автомобили производят гораздо меньше дыма, чем их предшественники, вы можете поблагодарить системы DPF. Большинство систем DPF работают аналогичным образом, хотя существует несколько различных конструкций. Корпус DPF представляет собой обычно большое стальное устройство в форме глушителя, которое содержит фильтрующий элемент. В идеале частицы сажи задерживаются фильтрующим элементом, и отработавшие газы могут проходить через выхлопную трубу и выходить из нее. Как правило, DPF содержит волокна стенки, которые притягивают более крупные частицы сажи при попадании в корпус. Но в некоторых моделях используются системы, которые содержат рыхлый узел полотна, заполняющий практически весь корпус. Отверстия в фильтрующем устройстве имеют точный размер, так что крупные частицы сажи захватываются и через них проходят выхлопные газы. Когда фильтрующий элемент насыщен определенной степенью частиц сажи, он частично забивается и давление выхлопных газов увеличивается. PSM использует датчик давления для контроля противодавления DPF. Когда противодавление достигает определенного уровня, PSM активирует процесс регенерации фильтрующего элемента. Температура внутри DPF должна достигать примерно 1200 градусов по Фаренгейту для эффективной регенерации фильтрующего элемента. В большинстве случаев для этого используется специализированная система впрыска. Инжектор с электронным управлением распыляет горючий химикат, такой как дизельное топливо или дизельная выхлопная жидкость. В DPF, после введения жидкости захваченные частицы сажи сжигаются и выбрасываются в атмосферу, через выхлопную трубу, в виде ионов азота и воды. Системы, которые автоматически активируются PSM, так называемые активные системы DPF. Этот процесс обычно происходит во время движения автомобиля. Системы, которые требуют ввода от оператора, называются пассивными системами. Эти системы активируются после того, как PSM показал предупреждающие предупреждения, и большая часть процесса происходит, когда автомобиль припаркован. Процедура системы пассивной регенерации может занять несколько часов. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или к сервисному руководству, чтобы узнать, каким типом системы DPF оснащен ваш автомобиль. Если давление выхлопных газов не достигает желаемого уровня или если PSM обнаруживает, что процесс регенерации не произошел с желаемой степенью регулярности, P2459 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности, симптомы и тяжесть, поскольку регенерация DPF имеет решающее значение для поддержания желаемого противодавления выхлопных газов. Обращение к P2459 должно считаться приоритетом, симптомы кода P2459 могут включать в себя, чрезмерный черный дым из выхлопных газов, другие коды DPF обычно сопровождают P2459, неспособность поддерживать RPM, повышенная температура двигателя, перегрев корпус ДПР или другие компоненты выхлопа, причины, возможные причины установки этого кода, неисправен датчик давления DPF, неисправен датчик давления выхлопных газов, недостаточно дизельной выхлопной жидкости, неправильная дизельная выхлопная жидкость, замкнута или разомкнута проводка к системе впрыска DPF, неисправный PSM или ошибка программирования PSM, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, для диагностики P2459 потребуется руководство по обслуживанию транспортного средства или эквивалентное, сканеры и цифровой вольт, о метр, я хотел бы начать с осмотра всех жгутов проводов и разъемов, связанных с системой, я обнаружил, что это сэкономит мне время позже, если я уделю особое внимание жгутам, которые расположены рядом с горячими выхлопными трубами и коллекторами, сейчас самое подходящее время для нагрузочного тестирования батареи, проверки концов клемм батареи, кабелей батареи и выхода генератора, теперь подключите сканер к диагностическому порту и получите все сохраненные коды неисправностей и данные стоп-кадра, запишите эту информацию до очистки кодов и проверки вождения автомобиля, это может быть очень полезно позже. Проверьте уровень и качество дизельной выхлопной жидкости и активируйте систему регенерации DPF, если код не сбрасывается сразу после пробного вождения, если процедура регенерации была случайно прервана из-за другой несвязанной проблемы, которая была устранена, процесс регенерации может быть завершен, с правильными приращениями, в это время, следуйте рекомендациям производителя по тестированию датчика давления DPF, с DVO-M, если код не может быть немедленно сброшен, если датчик не соответствует характеристикам сопротивления производителя, его необходимо заменить, дополнительные диагностические примечания, неправильная, недостаточная дизельная выхлопная жидкость является частой причиной последовательности регенерации DPF, кодов неисправности частоты, диагностируйте и отремонтируйте коды датчика давления DPF, прежде чем пытаться диагностировать этот код, забитые, сжатые шланги, трубопроводы датчика давления DPF являются общими.